Абитурент Теперь идем дальше. Конечно же высшим образованием все не заканчивается и не начинается. Есть действительно два еще уровня профессионального образования. Средне-специальное, то есть сроки приемной кампании опять же выстроены так, что даже с учетом их корректировки и смещения, что абитурент, который не поступил на уровень высшего образования, он может поступить на уровень средне-специального образования. Например, на родственные специальности, специальности того же профиля образования, равно как и на другие специальности, это не возбраняется. Кроме того, абитурент может поступить на уровень профессионально-технического образования, либо попытав счастье, скажем так, при поступлении на ССО, либо даже не делая такую попытку, а, например, сразу подавая документы на уровень профтехобразования. Все это возможно. Я здесь лишь хотел сделать небольшую ремарку в отношении того, что фактически последовательность уровней, наверное, у каждого может быть своей. Мы сейчас часто имеем обращения граждан, которые имеют высшее образование, задают нам вопрос, а имеем ли мы право получить средне-специальное или профтехно-бюджетное основе. То есть последовательность может быть любой. Обращения вот эти это подтверждают. Но траектория, когда, например, молодой человек получает профессионально-техническое образование, затем по сокращенной программе, говоря простым языком, получает средне-специальное, уже фактически становясь специалистом среднего звена, а затем получает еще и высший, опять же, сокращенный срок, но это когда мы идем по одному профилю в рамках одной сферы профессиональной деятельности. Это тоже очень интересная и эффективная траектория, которая предполагает, собственно говоря, и получение глубоких-глубоких практических навыков, фактически знания процессов изнутри и получение впоследствии уже квалификации инженера, либо специалиста другого на уровне высшего образования. Таким образом, начинать подавать документы можно, я скажу так, с любого уровня. Можно начинать с высшего образования, а затем в случае какой-то неудачи идти на ОЛИС СОО или ПТО, можно делать и наоборот, получить профессионально-техническое образование, либо средне-специальное, затем двигаться дальше.